В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте, смотрите сегодня в выпуске. Лучше из лучших молодежь ядерного центра выбрала профсоюзного лидера. Живая акустика, саровские музыканты провели камерный концерт в формате квартирника. Заслуженное серебро саровские пейнтболисты приняли участие во втором этапе Кубка Москвы. Далее расскажем обо всем подробно. В Центре культуры и досуга завершился конкурс «Лучший профсоюзный лидер». Он проходил в два этапа. В первый соревновательный день участники представляли свои проекты, в которых поднимали социальные и производственные проблемы и указывали пути их решения. На второй день участникам предстояло продемонстрировать свои творческие способности. Всего за звание лучшего профсоюзного лидера боролись шесть человек. Не каждый для победы в этом конкурсе профессионального мастерства собрал себе команду поддержки. Иван Жарков подчеркивает, что именно от нее он зависит в большей степени. Лидер без команды – это никто. То есть лидер в любом случае по определению, он должен чем-то, лидером чего-то быть. Соответственно, я лидер своей команды. У меня группа поддержки, они же помогают мне в участии, в исполнении заданий конкурса. Они болеют за меня. Решение об участии в этом конкурсе Иван принял, не задумываясь. Мотивация молодого человека простая. Если не я, то кто? Для того, чтобы вести за собой, лидер должен обладать рядом качеств. И такие у Ивана есть. Во-первых, это ответственность. Потому что лидер должен быть ответственен не только за себя, но и за свою команду. Человек должен уметь работать в команде, прислушиваться к своей команде в первую очередь. Но в то же время, что отличает лидера от своей команды? Это то, что в нужный момент он должен все взять на себя. Конкурс на звание лучшего профсоюзного лидера имеет глубокие корни. История состязания насчитывает более десятка лет. Проекты, которые заявляют участники, не просто лягут в стол начальнику. Все они будут реализованы. И как пояснили организаторы, выявлять лучшего среди лучших они намерены не только ради призов и всеобщего почета. Таким образом, формируется кадровый резерв городообразующего предприятия. Молодежь – это двигатель всего. И молодежь – это именно те люди, которые резерв и наше будущее. Поэтому, конечно же, выявление лучших из лучших – это всегда важно и нужно. Эти ребята не останутся за бортом после этого конкурса. Все они будут работать в своих подразделениях и будут привлекаться в работу молодежной комиссии. В этом году победителем конкурса стал Иван Погодин, представляющий ЭМЗ «Авангард». Вторым стал Михаил Балашов. И третье место поделили Виталий Алешкин и Иван Жарков. Приобщать к искусству с малого возраста. В завершении сезона актеры Саровского драматического театра подготовили для юных зрителей новую постановку «Не хочу быть собакой». В этом году историю о четвероногом друге показали на большой сцене. Но уже в следующем спектакль приобретет формат воезново. И увидеть его смогут все воспитанники детских садов. Сказка о дружбе, верности, доброте и взаимопонимании. Простой сюжет и лаконичные декорации сделали спектакль понятным даже самым маленьким зрителям. Собачка Моти, два ее озорных товарища Кут и Петух пели песни, играли и танцевали. Этот спектакль стал режиссерским дебютом Юлии Николаевой. Актриса драмтеатра давно вынашивала идею сделать для юных саровчан передвижную сказку, которая будет путешествовать по детским садам. Были небольшие сомнения по выбору актера на одну из главных ролей. Но в итоге образ хозяина Курятникова воплотил Артем Жуков. Да я рада, что у нас такое распределение получилось и что я работала с этими артистами, потому что они просто классные. По словам Артема, работала с надсказкой легко. Партнеры по сцене давали советы и подкидывали идеи для воплощения образа куриного начальника. Роль в детском спектакле такого формата тоже стала для него дебютной. Он немножко по-другому все это воспринимается. Постоянно должен быть какой-то контакт и общение с зрителем. То есть, если мы его выпускаем из виду, ему становится скучно. Зрители с интересом наблюдали за героями пьесы, угадывали у них своих товарищей и друзей. Каждый из персонажей сказки был им понятен. Кот был самый озорной, потому что он мешал петуху стать собакой и дрался с ним. Но сочувствовали зрителей и переживали за главную героиню спектакля, которая потеряла интерес к собачьей жизни. И даже малышам стало ясно, почему у Моти не получалось быть обычной собакой. Потому что она не любит кусаться и варить ни на кого. Она хотела бы защищать дом, но все-таки она не хотела быть собакой. Почему не получилось быть собакой у кота и петуха и кто в итоге стал собакой? О всех сложностях выбора жизненного пути зрители узнают, посмотрев спектакль. В России могут ввести пошлины на покупку всех зарубежных товаров через интернет. Соответствующее предложение уже поступило на рассмотрение в Министерство финансов, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в Кабинете министров. По расчетам Федеральной таможенной службы, такие меры помогут повысить конкурентоспособность отечественных интернет-магазинов. Ведомство предполагает, что введение пошлины на абсолютно все товары из-за рубежа будет каждый год приносить в бюджет страны порядка 25 миллиардов рублей. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Комитет по управлению муниципальным имуществом подвел итоги работы по обеспечению жильем нуждающихся граждан. Впервые в число опустилось ниже отметки в 1000 человек. За прошедшие 10 лет очередь граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, покинули 1752 заявителя. Также 15 июня состоялась первая в этом году приемка однокомнатной квартиры, предназначенной для передачи сиротия. Жилье полностью отремонтировано и в ближайшее время будет передано владельцу. В среду 20 июня в парке культуры и отдыха имени Зернова стартует занятие по хатхаюге под открытым небом. Начало в 11 часов на танцевальной площадке. Занятия проходят с инструктором, который поможет подобрать упражнения. С собой необходимо принести только коврик. Вход свободный. В летнем лагере «Искорка Дворца детского творчества» подвели итоги первой смены. Сами ребята особо выделили экскурсии в цех мороженого и к хлебопекам, мастер-классы по росписи пряников и приготовлению пиццы, занятия скалолазанием, знакомство с профессиями пожарного и спасателя. Следующая вторая смена «Искорки» стартует 21 июня. Ее участниками станут 25 юных воспитанников Дворца детского творчества. Каждое лето у саровчан появляется возможность погрузиться в увлекательный мир литературы на свежем воздухе. Знакомят читателей с произведениями отечественной и зарубежной литературы в сквере Старого фонтана сотрудники библиотеки имени Маяковского. Проект «Летний читальный зал» с каждым годом становится все популярнее среди горожан. Поэтому в течение всего лета, раз в неделю, все желающие могут посетить увлекательные тематические встречи. Темой первой встречи нового сезона летнего читального зала стал международный праздник «День отца». С помощью несложных творческих заданий ребята узнали много нового о том, каким образом появился этот праздник, откуда он к нам пришел и почему так важно поздравлять своих пап. Мы сегодня приготовили пословицы, поговорки, раскраски, проведем в завершении небольшой мастер-класс. Будем петь песни, читать стихи, написанные о папах. С наступлением лета Евелина Баранова с нетерпением ждет открытие читального зала, чтобы встретиться со своими друзьями и поучаствовать в новых тематических игровых программах. На этот раз Евелина открыла для себя новый праздник и решила, что начнет готовиться к нему уже сегодня. Я нарисую своему папу открытку, делаю какой-нибудь подарок. А вот «Младоши Женская» в летний читальный зал пришла впервые. Здесь у девочки есть уникальная возможность познакомиться с новыми книгами и авторами. И заодно совместить полезное занятие с приятным времяпрепровождением на свежем воздухе. Мне очень нравится читание дворик, и я буду посещать все лето. Работники библиотеки стараются делать все встречи в рамках проекта информационно насыщенными и яркими. Это лето обещает быть интересным и полудотворным. Летний читальный зал работает каждый четверг в 16.00 в сквере около городского фонтана. Квартирник – особая форма акустического концерта, где исполнители максимально приближены к зрителю. Благодаря неформальному общению и домашней атмосфере создается непринужденная обстановка, стирающая границы между выступающим и слушателем. Такие концерты популярны как у звезд, так и среди тех, кто только начинает свой творческий путь. Саровские музыканты провели очередной квартирник для поклонников акустической музыки. Неоспоримое преимущество квартирника – то, что местным для его проведения может стать любое атмосферное заведение. Для этого даже не нужны специально организованные площадки. Пара усилителей, микрофон, подсветка, инструменты, голос исполнителя. Все, что необходимо для того, чтобы языком нот и текстов музыкант рассказал миру о своих переживаниях. Свой стиль, жанр, он рождается из тех жанров, которые ты слушаешь, ну, скорее всего. Еще можно вдохновляться книгами, стихами, людьми, фильмами. Союз двух творческих людей в жизни и абсолютная противоположность на сцене. Музыканты Никита Волков и Николай Лаптев признаются, что однажды даже пытались написать совместную песню. Но из этой затеи ничего не вышло. Поэтому исполнители продолжили свое существование как две совершенно разные творческие единицы. Зато и эффект от их совместных концертов вдвойне ярче и интереснее. В квартире ты видишь каждое лицо его и его реакцию сразу же. То есть в этом, вот из-за этого лично я прям получаю кайф. Потому что ты каждому поешь. Не просто зал, да, а каждому человеку. У зрителей-квартирников в исполнении Никиты Волкова есть уникальная возможность услышать самые свежие авторские песни. Те, которые совсем недавно появились на свет и пока еще не успели войти в репертуар основного проекта музыканта. Группа «The Line Break». Музыка более, наверное, нежнее звучит. Я не знаю, как это сказать. Ну, то есть она более мягче. Такая становится. Музыку вообще можно пощупать любую. А тут она такая, ну вот, своя. Я не знаю, как это объяснить. Ну, вот она очень близко, она так это проникает. Их песни о любви и путешествиях, душевных переживаниях и человеческих отношениях. Жизненные и искренние композиции уживаются вместе с дерзким, свойственным рок-музыке настроением. Саровские зрители дружно подпевают перспективным музыкантам, а их творчество выходит за пределы родного города. А это значит, что рок в Сарове жив. Завтра мы отправимся под новому ровню. Я испытаю чувство свободы и приведу с собой себя. Точное выполнение установок тренера и по спортивному агрессивная игра. Саровские пейнтболисты завоевали серебро на втором этапе Кубка Москвы. Соревнования по спортивному пейнтболу собрали 10 команд. Пейнтбольный клуб «Реактор» успешно прошел отборочный этап и вышел в финал. Подробности далее. В первом матче саровчане показали достойный результат, обыграв команду из Ярославля. В следующих турах нашим спортсменам предстояла встреча с клубом «Прать» из Московской области и столичной командой «Ирландцы Лайт». Решающим для саровчан стал поединок за выход из группы и попадание в полуфинал. Спортсменам удалось показать лучший результат, чем в прошлый раз. И по итогам соревнований клуб «Реактор» занял второе место. Первый этап, к сожалению, у нас очень провальный получился. Два игрока травмированы были. Сейчас вошли в форму. Надеемся, в следующий раз только первая. Сейчас начнем подготовку к следующему этапу, к третьему. Он будет в июле, опять же, в Москве. Ну, надо выходить однозначно в тройку. Но прежде чем начать готовиться к очередному турниру, ребятам предстоит нелегкая работа – провести на территории стадиона «Авангард» реконструкцию своей площадки для тренировок. Делать это собираются своими силами. По словам участников клуба, проект пейнтбольной площадки разработан, и спортсмены уже начали воплощать его в жизнь. Здесь будет уже новая площадка, здесь будут стоять шатры, и тренировки будут проходить здесь. Проект сделали быстро, площадку тоже столбы установили быстро в течение одной недели. Строительные работы – не повод отменять тренировки. Клуб «Реактор» получил приглашение в Англию на чемпионат Европы по пейнтболу. А значит, нужно держать форму. Шубу, как и сани, лучше всего готовить летом. В Ледовом дворце открылась выставка продажи изделий от казанской компании «Снежный мех». У саровчан появилась уникальная возможность перебрести шубу или дубленку по беспрецедентно низким ценам. Вот уже 10 лет компания «Снежный мех» радует покупателей своими изделиями. Каждая шубка или дубленка – это настоящее произведение искусства. Модель по душе здесь найдет для себя каждый. От сдержанной, не выходящей из моды классики, до ультра стильных дизайнерских решений, покоривших мировые подиумы. Наши специалисты выезжают несколько раз в год на международные выставки меховые, чтобы отслеживать новые тенденции в производстве меха, в пошиве. И мы вам привезли все новые новиночки этого сезона. Изысканная норка, практичный мутон, изящный муранский козлик – эти меха никого не оставят равнодушными. И что самое приятное, несмотря на то, что на выставке представлены новинки сезона, компания «Снежный мех» специально для саровчан предлагает беспрецедентные скидки на весь ассортимент – от 30 до 50%. При этом гарантирует высочайшее качество каждого изделия. Шубки здесь шьют исключительно из зимнего меха, а значит, вы можете быть уверены, что они прослужат вам долгие годы. Зимний мех, он с очень большой подпышью и с хорошим остевым волосом. Это гарантия того, что ваш мех, что ваша шуба прослужит минимум от 10 лет. Качество шубы легко проверить по мездре, она должна быть мягкой и светлой. Также на выставке продажи от компании «Снежный мех» представлен огромный ассортимент мужских кожаных изделий. На куртке и плащи тоже действует акция скидки от 30 до 50%. Но и дополнением к новой шубе или дубленке станет стильный головной убор. Наличный и безналичный расчет, кредит, рассрочка платежа. Ваша зима обязательно будет красивой и теплой с меховой компанией «Снежный мех». Выставка работает в Ледовом дворце с 18 по 23 июня с 10 утра до 8 вечера. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в YouTube и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sarov24.ru. В студии работала Мария Рунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин